Я такая думаю, что же здесь? Такой большой пакет, и ничего не видно. Но у них... Кхе-кхе-кхе. Еско не тяну. Видите? Нет, это что-то другое, да? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. И сегодня у нас будет очередное видео покупочки с сайта Joom. Мне понравилось там на самом деле заказывать, потому что я люблю такие бюджетненькие вещи заказывать. Хотя на самом деле будут не очень даже и бюджетненькие вещи, потому что кое-что мне там все-таки понравилось... 500 рублей где-то стоит, и я решила раскошелиться. А, нет, еще дороже есть что-то. Но оно того стоит. Короче, сейчас я вам все покажу. Но перед этим, посмотрите, какая у меня блузочка, спонсор нашего показа. Это мой магазин, который находится в Инстаграме. И у меня в магазине осталось две такие кофточки. Розовая и такая синесерая, красивая. Кофточки Чокер называются. Поэтому спешите, чтобы их успеть приобрести. Всего две остались, в наличии больше нет. Ну, а теперь приступим. Когда-то давно я заказывала себе... Ну, как когда-то давно? Это в прошлом году было. У меня на стене висел такой большой гобелен, где были подарки. Я елку даже, по-моему, не устанавливала. Или устанавливала, уже не помню. Но, в общем, были подарки, елка. И вот прямо на всю стену был такой большой гобелен. Он был такого красного цвета. Очень было уютно. И многие писали, где ты, Селена такой брала. И я брала где-то на китайском сайте, не помню где. В Джум я тоже увидела такие гобелены. И заказала целых три гобелена. По-моему, два из них новогодних. Сейчас я вам покажу, потому что, возможно, вам это понадобится на новый год. Итак, я еще ничего сама не открывала. Но немного успела посмотреть, из чего состоит. У меня, когда я гобелен в прошлый раз заказывала, он состоял из какой-то синтетической ткани, очень легкой, которая легко гладилась. И ее можно было повесить на стену. И, в общем, она не занимает места. Где-то сложная, так у меня и лежит, и места совершенно не занимает. Это немного из другого материала. Ну, точнее, не немного из другого материала, а совершенно из другого материала. Она сделана больше на клееночке. Здесь, вот у нас глины, она не такая большая, как казалось. Вроде я посмотрела же, разменила. Хотя вроде широк. А, нет, вроде здоровая. Она с ногами, да? Белка есть? Смотрите, белка есть? Или нет? Это что-то другое, да? Ладно, давайте я это уберу. Наверное, это надо пригладить. Я вам сейчас покажу, что это. У меня три разные. Здесь елки нет, но похоже на новогодний такой вариант. Смотрите. Вот так вот выглядит. Это я взяла для фона, для фотосессии. Стоит, как видите, 1032 рубля. Мне надо попробовать это повесить. Вешаю я обычно это на маленькие-маленькие гвоздики, после которых даже не видно дырок. Если еще попасть в какое-то темное отверстие, то вообще не видно дырок. Они очень тоненькими, как раз таки, которым фонерку, знаете, прибивают. И этот мне понравился цветами, своими классными, фотосессия с детьми, может быть, какой-то, может быть, какую-то рубрику с Денечкой мы уже скоро придумываем. В общем, мне понравился вот этот гобелен, и я решила его взять. Единственное, что я не знаю, как он будет гладиться вообще, не будет ли этих полосок видно. В общем, мы это проверим. Дальше ко мне пришло... Если бы я знала, что это из такого материала будет, на самом деле я бы заказала, наверное, один. Они все пришли из такого материала. Значит, смотрите, еще у меня будет вот такой новогодний. Это как раз-таки к Новому году. Это на сейчас взяла. 772 рубля он стоит. Полтора метра на два. То есть он здоровенький должен быть. Потом вот такой это я взяла для фотосессии. 748 рублей. Мне понравилось. А может быть, даже и просто красиво будет. Я люблю эти все вещи. Я люблю что-то изменять дома. И мне кажется, что вот эти гобелены, это минимальная такая вещь, благодаря которой прикрепил и можно изменить. Видно, что? Здесь, конечно, не так много белого, как мне ожидалось. Тут больше какого-то желтого. Но вроде ничего. Знаете, может, оно и хорошо, что оно... Я повешу. Я повешу на стену сейчас и покажу это поближе. Может, и хорошо, что оно не сильно белое, потому что для съемки, например, белое забирает на себя свет. Лишь бы оно все не помялось, пока я сниму это видео. И мне не пришлось вдвойне глазить все это дело. Ну да, и еще один. Это как раз-таки вот окно. Ну вот оно оно. Все здесь все большое. Окно, кстати, узкое. Вот, как окно. Даже, ну, как бы короче, чем вот так мои руки растянутые. В общем, это тоже надо смотреть. У меня здесь вот что. В общем, тут я еще не до конца придумала, но как-то вот так вот оно выглядит. И здесь еще часть должна на пол уходить. Вот. Как-то так. Еще не пойму, нравится мне или нет. Ну, вроде ничего, если я вот так буду сидеть и видео снимать, да? Мне вот, кстати, больше всего вот этот принт нравится. Я не знаю, что там на сайте писали, что он какой-то бледный. Мне кажется, он даже очень яркий, красивый. Ну, и вот такое окно. Вот окно, я смотрю, оно какое-то, да, бледноватое. Но если для фотосессии, в принципе, там можно обыграть все это светом, сделать контраст. В общем, пригодится. У нас здесь есть карандашик, которым я хотела подкрасить губки. Я заказала карандаш. Вот такой вот. Ой, там карандаши копеечные. Мне цвет понравился. Интересно, он просто такой же. Классный. Натуральный цвет выбрала. Кстати, моей подружке понравится. Она Ленусик Блонзинки. Ленусик Хэппи. Она очень любит такие натуральные цвета. И любит карандашами с самого детства, сколько я ее знаю. Она любит только карандашами красить губки. Слушайте, цвет красивый. Реально натуральный цвет. На губах вот обводочку сделала. Очень такая вот. Прям вот натуральная даже не отличается. Карандашик хороший. Цвет 11 у меня. А стоит такой карандашик? 44 рубля всего. Дальше пришло мне что-то такое супер-пупер запакованное. Пришло вот это очень быстро. Я такая думаю, что же здесь? Такой большой пакет и ничего не видно. Что же, что же, что же там? И как я начала ржать. Видите? Там действительно что-то есть. Это не в раке. Я начала ржать. Оно вот такое маленькое. Мороженка. Я просто не ожидала, что оно будет такое милипиздрическое. Вообще, оно, короче, резиновое все какое-то. Стоит оно 33 рубля. Но, честно говоря, я просто не ожидала, что оно будет такое маленькое. Оно мне не показалось... Оно мне не показалось таким маленьким на фото. Видите? Ну, мне не показалось, что оно будет малюсенькое. Я просто офигела. Я ржала, честное слово. Когда увидела. И что мне с ней делать? Это ребенку отдать, как во влоге. Вот у меня девочка была. Она играла с маленькими такими вот вкусняшками. Едой. И, наверное, это ей надо отдать. Я не знаю, что это такое вообще. 33 рубля на что я потратила? 33 рубля. Не знаю, были ли прописаны здесь размеры. По-моему, нет. А, еще говорят, что есть какой-то липкий слой. Ай, блин, я отзывы не посмотрела. Здесь реально вот девушка показывает, что да, он такой. А я не посмотрела. Охренеть. Но липкий слой есть с одной стороны. Вот он, липкий слой остался. Ну, это, видимо, от наклейки какой-то, в которой прикреплено все это было. Еще мне понравились вот такие носочки. Я взяла, смотрите, с сердечками. Мне нравится, что они невысокие. Ну, вот они хлопковые тянутся. Размер мой. Но вот эти два сердечка, особенно под кроссовки, будут торчать. Мне очень понравились. Они, по-моему, недорогие. Они стоят всего 69 рублей. Но у них присутствует какой-то невероятно мерзкий запах. Я просто его раньше не чувствовала. Я не нюхала их раньше. Ой, их надо постирать. Прочно. Ну, а так прикольные вроде. А, еще я заказала, как всегда, лизуна. Я очень люблю лизуновку. Хоть антистресс. И, честно говоря, каждый раз, когда я захожу на джун, да, я постоянно какого-нибудь лизуна довыберу. Мне нравится сам процесс. Они дешевые такие там. Мне нравится процесс вытаскивать. Он такой липкий. Я взяла в этот раз прозрачный такой. Там внутри еще какие-то красотульки. Стоил он всего 127 рублей. Ну, кстати, не очень дешево. В экспрессе эти антистресс разноцветные есть. Прозрачные. Оля, вот этот вот прикольненько собирается. Вообще не остается внутри. Смотрите, как легко собирается. Холодненький такой. Слушайте, какая прикольная. Штучка. Этот не такой, как мы в прошлый раз с вами смотрели. Он вообще как желе. Какой-то... Слышите? У него необычный звук. Он как... Он как пластилин еще. Слушайте, вот это вообще понятно, почему 127 рублей. Это необычный лизун. Он как пластилин. Он делает форму, смотрите. Например, сейчас я сделаю кружочек. Видите, он держит форму немножко. А если я его вот так, например, растяну? Ой, он вот так тянется. Ой, какая прелесть! Блин, вот это круто! Ой, он еще так раз отрывается. Но при этом... Но при этом... Смотрите. Ой! Мне, короче, кажется, что он недолговечный. Его обязательно надо хранить в закрытом месте. Иначе он... Блин, он такой приятный. И вот он... Вот смотрите, он какой-то пластилиновый. Если его медленно тянуть, то он растяется. Я с коней тяну. Видите? Ну все, мои хорошие, покупочки на Джум закончены. Все ссылочки на все это будут под видео, потому что, возможно, что-нибудь вы не сможете найти. Все ссылочки я оставлю под видео, которые найду. Заходите, проходите, приобретайте. Мне кажется, что цены очень недорогие. И реально можно поменять атмосферу в доме. Это круто. И ссылочку на свой магазин, где можно приобрести модные классные вещи, я тоже оставлю под видео. Прямая ссылка. Заходите, не стесняйтесь. Заказывайте, пишите. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok